Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзегеты вместе с вами мы вспоминаем святителя Спиридона Тремифунского, доброго кроткого пастыря и такого же удивительного чудотворца, как и святитель Николай Угодник, у них и не памяти недалеко друг от друга, вот, ну, фактически не больше недели, и, кроме того, вот, часто в древности их вместе изображали на иконах, потому что оба были милостивыми, оба чудотворцы, и не какие-то вот ученые, такие вот люди, которые получали какое-то очень высокое образование, за умным языком разговаривали с другими, а от простого искреннего сердца помогали, и вот они бывали, изображались на одной иконе, ну, единственное такое отличие, что святитель Спиридон Тремифунский, он тоже в епископском облачении, а на голове у него изображается такая тростниковая шапочка, вот, даже кто-то вначале может подумать, что это как шлем витязя, нет, это именно тростниковая шапочка, потому что такие шапочки в Греции носили пастухи, те, кто пасли овец, коз, домашний скот, а почему так? Потому что святитель Спиридон, он действительно с детства был пастухом, он родился на острове Кипр, и Кипр, самое его положение такое, что там то какие-то пираты мимо проплывали, да, то разные завоеватели, и острова Кипр была очень такая непростая, такое положение, что все время на перепуте вот разных войн, и у жителей непростая, соответственно, жизнь, приходилось много трудиться, и Спиридон, он рождается у родителей христиан, это вторая половина третьего века, точный год мы не знаем, ну, есть предположение, что примерно 270 год по Рождестве Христовом, и вот не дают ему достаточного образования родители, и с малых лет он пасет овец, он, а это очень тяжело, вот поспрашивайте тех, кто реально на практике причастен этому делу, приходится подниматься ни свет ни заря, чтобы выгонять вот эти стада на пастбище, потом весь день проводить вместе с ними, и это очень тяжелая такая работа, но зато он с ранних лет был в труде, и сердце его стремилось к Богу, созерцая природу, он благодарил Творца природы, и вот своим сердцем он уже восходил ко Господу, и вот возрастал в таком искреннем благочестии, о нем очень мало сохранилось таких вот чисто биографических сведений, что в каком году там было, потому что, собственно, никто особо поначалу и не записывал, но известно, что он, когда повзрослел, то женился, вот этот удивительный святой, который поначалу был в браке, и в семье рождались дети, но известно, что вот точно была дочь по имени Ирина, и Спиридон, вот он в своих трудах, видимо, достиг какого-то уровня, так что у него был определенный достаток, и сохранилось такое вот с древних времен повествование, что когда он, у него был урожай, да, то есть не только вот он пас, но потом там, конечно, и житницы, и хлеба, то вот одну часть он отделял для нищих, вот раздается полностью бесплатно всем нищим, а другую часть, другую часть, ну, как бы вроде себе вторую часть, но любой желающий, кто имел недостаток, мог прийти и брать уже из этой части хлеба взаймы. Ну, как взаймы? Кто-то спрашивает, да, и святитель ему говорил, что вот пойди там в амбар, набери сколько тебе надо, а когда сможешь, то принесешь, отдашь. И сохранилось такое повествование, как один такой человек приходит и говорит, вот дай мне, пожалуйста, он говорит, ну, пойди туда, там и набери, а тот и отвечает, что же ты не будешь проверять, сколько я понесу с собой, а святитель ему отвечает, что больше, чем тебе требуется, ты на себе не унесешь, а отдашь, сколько сможешь. Ну, понятно, что в то время не было такого транспорта, как сейчас, и на себе, конечно, не мог человек унести очень много, но святитель не проверял, сколько человек возвращал. И вот в этом тоже такая и простота его, да, и доверие людям, но прежде всего доверие Богу, что Господь тебе не оставит за твое вот такое милосердное, отзывчивое сердце. Неизвестно точно, в каком году он становится епископом, но мы знаем, что он уже вдове, вот супруга его, она умерла достаточно рано, он остается один вот с дочерью своей, и его избирают вы епископы. Причем хочу отметить вам, что вот раньше, в те века, чтобы стать епископом, не обязательно надо было принимать монашеский постриг. Как правило, вот монахи, они уходили куда-то в пустыню, да, для такого уединенного покаянного делания, могли избирать из монахов епископов, но в целом вот безбрачный епископат, это уже вот когда на общецерковном уровне, это конец седьмого века, 692 год, Трульский собор такое вот постановление издал, чтобы строго вот безбрачные, и поэтому уже стали брать в основном из монахов, тех, кто всецело себя вот уже, не применяя ничем мирским, посвятил служению церкви, а до этого времени могли посвящать и пресвитеров достойных, и понятно, что вначале его в одиаконы, потом в освященники, вот во епископы возвели, и святитель Спиридон, он отличался таким милосердием, что вот кто не приходил, чего просил, он это давал, и в житии вот отмечается такая деталь, что именно ради его милосердия ему от Бога был неспослан дар чудотворения, вот это очень важная вещь от братья и сестры, потому что дар чудотворения, таких вот исполнения молитв твоих, молитвенных просьб, этот дар чудотворения, он дается не потому, что ты себя загрузил какими-то аскетическими подвигами, вот если ты величайший постник, там бьешь поклоны, но при этом в душе ты злой-призлой и не милосерден к ближним, то Господь твои молитвы исполнять не будет, а Господь слышит молитву милостивого сердца, милосердного сердца, и во-вторых, вот важно, чтобы было смирение. Иногда бывает, что мы кому-то окажем милосердие, а смирения нет, и поэтому Господь тоже не подает по нашим молитвам, а вот дар чудотворения, он исключительно дается милостивым и смиренным людям, и святитель Спиридон, он был именно таким, поэтому, когда вот на острове Кипре произошло, ну там ряд бедствий всяких, там засуха, соответственно, когда засуха, то не урожай, а раз не урожай, то значит голод, а когда голод, то тут и болезни какие-то появляются, там моровое поветрие, и люди стали умирать, и вот обратились именно к святителю Спиридону, чтобы он помолился, и святой стал молиться Господу, и действительно пошли дожди, после этого соответственно вот и урожай там, и поправилось благополучие людей, то есть природа, она становится послушна молитве благочестивых людей, и если нас постигают какие-то катаклизмы природные, то это значит, что оскудело среди людей благочестие, вот таких дерзновенных молитвенников с милостивым и смиренным сердцем, чьи просьбы Господь всегда услышит и всегда исполнит. Вот прошло там еще несколько лет, и потом опять, значит, засуха, как сказано, за грехи людей, и нашлись такие вот предприимчивые купцы, торговцы, в принципе, это во все времена они, которые, как только беда, они вот где-то закупают хлеб и намного дороже продают здесь, погрешают, конечно. А вот нашелся еще такой торговец, который вообще на корабле куда-то там поплыл, вот он закупился зерном, пшеницей, привозит и специально не продает, чтобы подождать, когда голод еще больше усилится, и, соответственно, людям станет хуже, и тогда, может быть, можно будет продавать хлеб за непомерно высокие цены. Ну и вот такой слишком расчетливый, но бесчеловечный торговец, вот он с такими планами, и тут приходит к нему один бедный человек, который умоляет дать ему хотя бы немного взаймы зерна, он отказывает ему, этот человек идет к святителю Спиридону, жалуется, и тот говорит, что ты не переживай, что Господь завтра все поменяет, и сам этот богач, он будет, наоборот, упрашивать людей, просить у них милости. Ну и святитель, конечно же, помолился, а на следующий день вдруг пошел какой-то вот невероятный ливень, который размыл житницы этого богача, и вот все вот это зерно, оно хлынуло наружу, его разносило по улицам, ну и бедные люди, конечно же, тут же кинулись, стали собирать пшеницу, себеть, благодаря чему спасать свою жизнь. Ну так вот Господь устроил, а сам этот богач, он бегал по городу и упрашивал людей, чтобы они как-то его выручили, и просил прощения у того бедняка, потому что он понял, что, видимо, Господь его наказал через это. Но там вот, конечно, описывается, что богач, он так и не вразумился, и потом, когда там еще один бедный человек приходил и просил у него тоже, то он говорит, что нет, вот приноси деньги, обращается к святителю Спиридону, и вдруг неожиданно именно вот этот святой угодник приносит золото этому бедному человеку, говорит, ну вот ты пойди дай этому богачу как бы в залог вот это золото, пусть он выдаст тебе пшеницы, а потом, когда ты поправишь свое положение, вот ты вернешь ему пшеницу и обратно получишь это золото и принесешь мне. Ну вот так вот и получилось. Тут, конечно, мы видим некие такие экономические взаимоотношения, да, там в залог, там потом вернешь обратно, да, ну это простая человеческая жизнь, и вот когда человек поправил свое положение и получает обратно это золото, приходит к святителю и говорит ему святой, что теперь мы вернем это золото тому, кто нам и дал его, приходит в сад и молится, чтобы Господь вернул прежний вид тому, что превратилось в это золото. Оказывается, это была змея, вот как помните, посох Моисея, он превращался в змею и обратно, вот когда Моисей и Аарон приходили к фараону в Египте, чтобы вот это вот состязание, вначале они упрекали фараона, и Господь давал некоторые знамени, и там посох, он обращался в змею и обратно, а здесь Господь как бы змею вот в золото и потом золото обратно в змею. Понятно, что нам могут показаться какие-то чудеса просто неимоверные, но когда встречается вот такой великий чудотворец, то ради его молитв Господь может совершить все, что угодно. И при этом вот рассматривая древние какие-то повествования, древнехристианских историков, например, был такой историк Созамен, и он описывает, что святитель Спиридон, он иногда поступал, ну как бы мы сейчас сказали, так вот нестандартно, не вписываясь в наши привычные такие вот рамки понимания. Он обычно вот давал приют странникам, и всегда давал. В принципе, вот в древнее время это считалось таким вот, ну как бы правилом приличия. И вот у нас на Руси тоже считалось, что нужно принимать странников, но при этом как? Там распределялось, что какие дома в какой день принимают на ночлег странников. И бывало так, что вот эти странники приходят, стучатся в один дом, им говорят, что сегодня не моя очередь, идите там в такой дом. А вот святитель Спиридон, он принимал любого человека. И вот однажды во время великого поста, когда строгий пост уже началась, святая Четыридесятница, приходит странник, они его принимают, и вот он говорит, святитель говорит своей дочери Ирине, что ты там его устроил. А она вдруг говорит, что угостить-то его нечем, потому что запасов мы не приготовили на пост. Конечно, там зерно было, да, но нужно готовить много это времени. А сам святитель, он очень строго постился и ел, вкушал пищу только в какие-то дни и часы, то есть, может быть, даже постом не каждый день, а тут вдруг приходит странник, и надо его как-то угостить. Если ты принимаешь странника и оставляешь его в голоде, то что же это за милосердие, что же это за гостеприимство? Это вот позор, а не гостеприимство. И святитель тогда говорит, ну может быть, что-то там у нас осталось, и оказывается, что от скоромного времени еще до поста лежал и сохранился кусок соленой свинины. И тогда святой говорит, ну вот раз ничего другого нет, хотя и начался пост, ну давай вот это и предложим нашему гостю, чтобы все-таки поддержать его силы, и это будет более правильно. И вот это мясо было приготовлено, и чтобы не смущать гостя, святитель Спиридон сам садится с ним за стол, вот помолившись, и предлагает трапезу, чтобы вместе с ним вкусить. А тот растерялся, я, говорит, христианин, так ведь я тоже христианин. Но как Господь в Писании сказал, для чистых все чисто. И вот в данном случае нужно разделить вот эту вот трапезу, да. То есть вот такие ситуации, когда не формальное исполнение внешних правил, а проявление любви к ближнему, иначе, повторим, что же это за милосердие, да, если ты не накормил странника, путника, который пришел к тебе. Кроме того, по канонам, конечно, для тех, кто совершает путешествия, для них посты ослабляются, потому что путешественник, он не может, он где-то свою пищу постную приготовить, поэтому он вкушает то, что ему предложат. И святитель Спиридон, он прекрасно это понимал, но чтобы не смущать этого странника, он вкушает вместе с ним. И он не становится нарушителем, потому что он сделал это не ради страсти и не ради чревоугодия, а он уже давно был выше этих страстей, а он сделал это из любви к ближнему, и в этом же проявилась его любовь к Богу, потому что он заботится о человеке, как возлюбленном чаде Божием. Вот на некоторых иконах святителя Спиридона вы можете увидеть, как он держит в правой руке кирпич, из которого вверх выходит пламя огня, а вниз вода струится. Это такое одно из древних преданий, связанное с таким сказанием, как святитель Спиридон посетил Первый Вселенский собор, это 325 год, в городе Никея, и как вот он наглядно решил доказать истину единосущей Троицы, и взяв в руки кирпич, или там иногда говорится кусок черепицы глиняной, он сдавил из этого глиняного куска, вверх вышел огонь, а вниз вода. И получилось так, что как бы тут вроде бы три разных, да, глина, огонь, вода, но при этом все это нечто единое. И вот так вот наглядным чудотворным таким способом святитель Спиридон решил подтвердить истину Троицы. Но вот если мы посмотрим еще Житие, да, то там весьма интересно говорится про некое состязание святителя Спиридона, потому что на соборе были ученые-философы, которые выступали против православных, они очень любили спорить, и вот святой Спиридон, он попросил выступить, ему никто не давал слова, зная его неученность, но он все-таки решил высказаться, его допустили, и он в очень простых словах обратился к одному философу Перипатетику, это последователи Аристотеля, ну, видимо, они принимали в данном споре сторону Ариана или пытались как-то их поддержать, и святитель Спиридон очень просто стал говорить, что я верую в единого Бога, который сотворил наш мир, сотворил все видимое и невидимое, и он все создал своим словом и духом, а слово есть его предвечный Сын, который, умилосердившись над нами, родился от Девы, из-за наших грехов, вот ради искупления, взошел на крест, пострадал, пролил кровь, принял смерть, а потом он воскрес, и Спаситель, вот, основал ради людей Святую Церковь Духом Святым, а в будущем он воскресит всех для того, чтобы все люди пристали пред ним на суд, и каждый получит воздаяние за свои дела. Вот веруешь ли ты так же? И тот философ, он совершенно не ожидал такую простую речь, и тут же сказал, что да, я так и верую, а святитель Спиридон, он еще как сказал, что я верую, что Отец, Сын и Святой Дух, они одного существа. И вот такая простая речь святителя Спиридона, она что-то изменила внутри души этого философа, и когда этот философ вернулся к своим товарищам, то он сказал, что вот если бы мне высказывали какие-то философские аргументы, я на них тоже отвечал бы аргументами, потому что в споре мы как раз вот привыкли полемизировать, и когда кто-то нам полемизирует с нами, мы полемизируем с ним. А тут вдруг я почувствовал совершенно что-то иное, простую искреннюю душу, и в словах этого удивительного человека действовала какая-то духовная сила, и это расположило меня принять и согласиться с тем, что он говорил. И вот тот философ, он принимает православие, и вот это сказание, оно что доносит для нас, то, что святитель Спиридон вот простыми словами располагал еретиков к православию, потому что не всегда нужны какие-то споры, противоречия, там доводы, контрдоводы. Вообще философия это такая наука, которая учит людей спорить о понятиях, а спорить можно бесконечно. Различные категории там рассматривать, вот с такой стороны или вот с этой стороны, и ты зайдешь уже в такие дебри понятийные, вот эти философские, что конца и края там не будет, и оказывается, что они спорят ради спора. А истина, она не доказывается, а показывается. И в жизни святителя Спиридона Дух Святой, он действовал очевидным образом. Поэтому Господь вот через его простые слова являл благодать, и эта благодать располагала других людей. И вот некоторые ради такого простого искреннего слова переходили в православную веру, видя пример жизни в святителе Спиридоне. И вот после собора у него умирает дочь Ирина, она сохраняла детство, вот ради Господа, конечно же, Господь ее принял в свои небесные обители. А тут вдруг оказалось, что какая-то женщина на сохранение давала свои драгоценности дочери. Ну, из этого что можно заключить? Что святитель Спиридон и его дочь, они пользовались большим уважением. И, в общем-то, из жития мы можем что наблюдать? То, что он продолжал, конечно, заниматься вот этими овечками, которые пас и став епископом, но у него уже были помощники, были работники, которые помогали в этом деле. И вот в плане, конечно, состоятельности чисто внешнюю, он не был совершенно вот нищим человеком, но он пользовался большим авторитетом и доверием со стороны вот сограждан. И поэтому что-то могли доверить ему на сохранение или вот его дочери. А тут она умирает, и приходит та женщина в слезах, ей же надо как бы получить обратно. А святитель ничего не слышал от своей дочери, и он походил по комнатам, не знает, где это взять. И тогда он подходит, а еще вот она как раз недавно почила, и обращается к своей почившей дочери, говорит, дочь моя Ирина, скажи, где ты положила вот такие-то драгоценности? И неожиданно она отвечает и говорит, что посмотри вот там-то и там-то, где я это положила. И после этого он ее отпускает опять вот на тот свет, уже до всеобщего воскресения, и находит в указанном месте эти драгоценности, возвращает той женщине. То есть, в каком-то смысле даже чудо воскрешения, хотя здесь вот оно не было так явно, а чуть погодя это было очевидное воскрешение. Это был такой случай, когда к нему принесли умершего дитя, а принесла причем женщина-язычница. И вот с плачем приносит ребенка, она услышала, что рядом святитель Спиридон находится, великий чудотворец, и приносит мертвого ребенка, и святой начинает молиться Господу, потому что Господь, Он наш Судья, Он владелец наших жизней, и в Его руках жизнь или смерть человеческая. И после Его молитвы ребенок воскресает. Как только Он воскресает, Он подал голос, вот заплакал, как всяким младенец. А мама настолько обрадовалась, что с ней случился как сердечный приступ, и она сама умерла вот тут же. Ну и все люди растерялись, а просто обычно мы думаем, что человек может умереть от горя, а на самом деле от чрезмерной радости, от такого необычайно охватившего тебя радостного чувства, человек тоже может умереть. Может быть разрыв сердца у нее случился, и падает замертво. Ну тогда святитель Спиридон молится уже о ней, и она тоже воскресает. Вот такое чудо, сугубое чудо воскрешения, которое совершил святитель Спиридон, и поэтому к нему молится в самых разных случаях, понимая, что он великий угодник Божий, и он может вымолить нас вот в любое, в любом месте, вот в любое время, что бы у нас ни случилось. Конечно, святитель Спиридон, он был таким и строгим, в общем-то, в некоторых ситуациях, в некоторых случаях. Ну вот, можно вспомнить один такой пример из его жития, когда пожаловался ему один купец на свою супругу. И вот этот купец, он уезжал в плавание, закупаясь товарами, ну там какие-то дела, и за это время супруга его забеременела, а его-то в это время не было. Ну и как вот приходит тогда к святителю Спиридону, чтобы он как-то образумил жену, начинают ее упрекать, говорить, а она оправдывается. Нет, вот это ребенок моего супруга, поэтому я тут невиновна. А святитель-то видит, и он говорит, что нет, вот, конечно, твой грех, он тебя вергает в отчаяние, а отчаяние заставляет тебя обманывать, но поскольку грех велик, то и покаяние твое тоже должно быть великим. И вот знаешь, что ребенок не родится, пока ты не скажешь, от кого ты его зачала. И, казалось бы, все тут открыто, все очевидно, ну покайся, да скажи. Как было, Господь все простит. А вот это немножко не характерная для житий святых ситуация, когда грешник не захотел исправиться. И получается, что вот это вот предсказание святого, что не родиться, пока ты не скажешь, оно завершается трагедией в итоге, потому что, когда настало время родов, она, эта женщина, мучается, ребенок не может родиться, родиться, и ей бы сказать, признаться в своем грехе, она не кается, не говорит ничего, и в итоге умирает во время родов. То есть, к великому сожалению, данный случай завершился вот так вот трагично, а святитель Спиридон, он тоже очень огорчился после этого, сказал, что вот все, я больше людей обличать не буду, потому что слишком вот так все заканчивается плачевно. и, в общем, решил никаких строгих слов уже больше не произносить о людях. Правда, там был еще такой один случай, когда он приехал в одно селение, и там время молитвы как раз вот в храм, он же епископ, епископ города Тримефунты, то есть у него свои вот храмы есть, и посещая их, он мог совершать службы. И вот диакон начал произносить некоторые прошения, но вот эти прошения молитвенные произносил он как-то вот подчеркнуто, затянуто, как бы красуясь своим голосом. Такое сейчас тоже бывает, что некоторые или певцы, да, или даже вот священнослужители, они слишком уходят в такую внешнюю форму богослужения, отдавая предпочтение такой внешней эстетике, и немножко так как бы величаются своими голосовыми данными, красуются, и получается немножко такое вот тщеславие. Ну, не наше дело других осуждать, но вот святитель Спиридон, он заведовал же своей епархией, и он обратил внимание на то, что диакон вот так произносит, а было еще время жатвы, нельзя было терять время. Святитель Спиридон, он сам иногда принимал участие в этой жатве, собирая урожай, и вот диакон так затянуто произносит тщеславие своими данными голосовыми, и святитель не выдержал, говорит, замолчи. Получилось так, что его слово, оно в буквальном смысле исполнилось, потому что диакон потерял голос, не может вообще говорить, и тут те, которые присутствовали, люди, тоже они вот в шоке. Он как дар речи потерял, диакон. Сам диакон тоже раскаивается, падает на колени, и святитель молится о нем, чтобы Господь его простил. К нему вернулся дар речи, но, как сказано, чтобы впоследствии он не возносился, уже не был у него такой сладкозвучный голос, а был он гугнивым и заикающимся. А вообще, конечно, святителю Спиридону сослужили ангелы, и вот однажды в храме тоже он с одним диаконом, своим верным учеником, когда приехал, там вроде бы никого не было в этом храме, и они начали совершать служение, и епископ, он же произносит возглас, вот мир всем, там и другие возглашения. И вдруг в храме какой-то невидимый хор стал отвечать, и также на их тени диакона, там же положено произносить «Господи, помилуй» или «Подай, Господи». И вот этот невидимый ангельский хор отвечал так, что люди стали собираться к этому храму, слыша удивительное неземное пение, и святой, он на земле жил как ангел небесный сам, поэтому и жил в окружении ангелов, и множество чудес совершалось при его жизни, и вот он переходит в иной мир, и там он, как святитель Николай Чудотворец, как прочие удивительные угодники Божии, ходатайствует за нас, живущих здесь, на земле, и источником чудес становятся его мощи. Поначалу они так и находились там, на острове Кипр, а потом начинаются арабские завоевания с 7 века, и чтобы спасти их, перевозят в Константинополь. А в 1453 году Константинополь захватывают турки, и тогда один иерей, Григорий, он, спасая мощи святителя Спиридона, перевозит их, вначале пытался там вот в Сербию, и потом на остров Корфу. Так вот, на острове Корфу он передает своему другу, священнику тоже Георгию, Георгий Калахерет, да, и тот хранит мощи святителя Спиридона, и завещает своим детям и потомкам хранить мощи святителя, пока не оскудеют священники в их роду. И, в общем, у него рождаются сыновья, потом внуки, ну, у него уже были сыновья, потом внуки, и действительно в каждом поколении кого-то рукополагали во священники, так что потомки вот этого отца Георгия, они были хранителями мощей святителя Спиридона на острове Корфу. Ну, в XVI веке мужская линия как бы пресеклась у них, но вот дочь там последнего потомка по мужской линии, она выходит замуж, венчается за одного молодого человека, и у них в роду еще были священники, а потом все это как бы пресекается, и уже в конце XX века, в 80-е годы, мощи, вот поскольку оскудела священническая линия, окончательно переходит уже в распоряжение епархиальное. И митрополит Киркира, Киркира это город на острове Корфу, ну, и остров Корфу он тоже называется Киркира, точнее Керкира по-гречески, и поэтому они всецело уже как принадлежность церкви, церкви, и хранятся в соборе, посвященном святителю Спиридону Тримефунскому, вот, и туда ежегодно стекается множество паломников, и мощи святителя Спиридона, они ведь нетленные, и множество чудотворений, вот Гоголь Николай Васильевич, который, посечая Святую Землю, он в том числе на острове Корфу побывал, и присутствовал, как вот при мощах святителя Спиридона, и видел вот эти торжественные процессии, потому что празднество там просто вот необыкновенно, святитель Спиридон, он как охранитель вот этого острова, и Гоголь впоследствии рассказывал такое чудо, как один английский путешественник не верил в то, что, ну, вот как это так, нетленные мощи, наверное, кто-то просто вот их бальзамировал, там, разрезал со стороны спины, вкладывал какие-то вещества, ну, вот какая-то такая вот странная мысль пришла этому англичанину, и прямо вот на глазах этого англичанина, тех, кто присутствовал рядом, мощи повернулись, и открылась вот спина, неповрежденная святителя Спиридона Тримефунского, и впоследствии Гоголь рассказывал об этом в Оптиной пустыне, и вот этот случай, он описывается преподобным Акарием Оптинским, и преподобным Авросием Оптинским, вот в их письмах, потому что Гоголь как раз в те времена приезжал в Оптину пустыню, рассказывал про эти чудеса, и на Гоголе это просто потрясающее действие произвело. А чудес действительно происходит много, и молится о самых разных нуждах, вот в частности о жилищных вопросах, когда не удается или приобрести жилье, или продать, да, или там проблемы, может быть, с соседями, в общем, все, что связано с жильем, вот почему-то молится именно святителю Спиридону, но, видимо, вот народное наблюдение, как сказать, вот люди нащупывают действительно, молитва кому, она в чем помогает. Хотя на самом деле святитель Спиридон, он помогает во всем, и когда вот привозили частицу мощей к нам в Москву, да, то многие люди тоже получили помощь, и вот некоторые они потом делились, что не удавалось им никак бы зачать ребенка, и они молились святителю, посетили его мощи, приложились, и после этого как раз Господь подает им долгожданное рождение дитя, то есть в любом случае святитель Спиридон это молитвенник в самых разных наших нуждах. Добавлю лишь еще то, что есть такая вот прекрасная традиция, которая связана с тапочками или башмачками святителя Спиридона. Дважды в год его переоблачают, и есть такое вот предание, что видит, что как бы вот эти тапочки, они изношены, как будто святитель Спиридон, он вот буквально ходил по земле в этих тапочках. Ну, мы понимаем, что на самом деле он душой своей с благодатью Божией посещает самые разные места, тапочки как бы они там и лежат, но может быть как некий вот символ того, что он посещает людей вот в разных местах, действительно там на этих тапочках, обнаруживает какие-то вот потертости, как будто в них ходили, и вот переоблачая мощи святителя, эти тапочки тут же прямо вот в храме разрезают на мелкие кусочки и дают всем желающим, причем запечатывают такие маленькие конвертики и ставят печать церкви вот этого города Киркиры, и люди, которые вот тоже с благоговением молятся, прикладываются к частицам тапочек святителя Спиридона, получают от него благодатную помощь. Ну вот, собственно говоря, основное, то, что мы смогли сегодня вспомнить, все желающие могут прочитать его житие и более подробно узнать про его удивительные чудеса и про те случаи, которые сейчас, в общем-то, насыщены нашей современной жизнью. Понятно, что и дьявол каждый день, он искушает людей, но на самом деле святые каждый день еще больше помогают, но помогают тогда, когда мы им молимся. Вот, они и без этого, конечно, помогут и уберегут там, спасают. Вот как преподобный Силуан Афонский говорил, что святые, находясь на небесах, они видят не только Господа, но в благодати Божией они видят нас в наших бедах, в наших нуждах и в наших искушениях. И оттуда, с небес, святые являют нам благодатную помощь, а если нужно, конечно же, являются и здесь, на земле, и помогают в тех просьбах, которые есть у каждого из нас. А нужд их всегда много, поэтому будем обращаться к святителю Спиридону. Он настолько отзывчив, милосерден и любвеобелен, что, конечно же, просьбу искреннего сердца святитель Спиридон, конечно, исполнит. Помолит ему от всей души. Святителю, отче Спиридоне, моли Бога о нас. Аминь. С праздником вас, дорогие братья и сестры. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok